добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня стоит прекрасный солнечный вечер и грех было не использовать такую натуру решил выехать и записать еще немножко ну вот остановился напротив нашей любимой горы и в ухе в детстве она казалась гораздо больше чем на самом деле как-нибудь выберу времени заеду погуляю по его горе но это будет чуть позже сегодня хочу пройтись по плотине сходить на старую баню пройдем пройдемся по плотине бывший потине сейчас уже нет посмотрим в каком состоянии речка что мне собаки то не узнают сколько тысяч раз я проходил по этой плотине школу со школы в магазин постоянно бегал сейчас здесь джунгли и это наша речка это наша речка интересно с какого года перестали подсыпать плотину конечно русло реки полностью заросло обручающее впечатление давно я здесь не был много лет а речка есть какая-то что-то что-то еще бежит ухты и утка вылетела в руку есть небольшой не огромный камыш огромные камыши на это все экономия на плотине и русло полностью заросло и много лет уже нет нормального по поводу воду сливает порциями и русло реки не чистится многие говорят надо пляж чистить пляж не надо чистить вот здесь надо чистить вот это русло избавляться от этого камыша этих зарослей потому что есть делать сбросу я думаю что ближайшие дома прибрежные дома за тут что сходим в баню те года была традиция пятница суббота четверг пятница суббота это мужские дни воскресенье понедельник по моему выходной был бы воскресенье вторник среда это были женские дни баня была на лучшее на планете земля может таким вами банк я не видел не встречал самый лучший парной на свете покажу поворотов на баню вот эта тропинка которая его чистоте тела так ну вот это вот у нас здание грязи грязи лечебницы сейчас мы тоже туда пройдем интересно что с нашей плане здесь был вход получается мы заходим через окно не через парадный ход так ну здесь вот были кассы здесь было моечное отделение а нет здесь вот здесь у нас была раздевалка мощное отделение было здесь и вот как раз парная она огорожена и вот эта паре была паре очки тоже кажется такая маленькая когда разбитая а в те годы когда ходили суда мыться париться паре очки приезжали со всего города потому что городе пар был совсем другой не такой так ну что ж давайте пройдем грязи лечебницу даже запаха нет так как нам пройти в грязи лечебницу была прекрасная грязи лечебницы грязи возили на прямую сторону и на грязи лечебницу украины сак и были натуральные грязи здесь проход здесь кабинки были вот какая она изнутри большая большущие здание большущие здание тоже постройка наверно сороковых 50-х годов здесь вот мне ставили азокерит здесь был азокерит давайте прогуляемся еще чуть-чуть в сторону второго квартала пройдется по второму кварталу вот это водоочистная башня наша стоит так остановка стоит на прежнем месте пятерка восьмерка тройка девятка ходили здесь и остановка обратная была вот здесь на этом самом месте где я стою вот где эта башня здесь была контора вторсырье принимали вторсырье и на территории стояли списанные едва любые машинки это была места где ссора так мы идем в сторону пятой школы наверное сегодня пройдемся по пятой школе заодно раз рядом на территории второго квартала сплошные приемные пункты металла у нас 90-х годах говорили что металл скоро закончится не заканчивается никогда не закончится тоже много обзрушенных домов забыл петличку сегодня дома поэтому звук наверно будет светом ветер ощущается кто узнает получился пятой школе продолжим нашу экскурсию по пятой школе вот это у нас это гаражи я не знаю они к школе относились не к школе я к сожалению не учусь а может радость но очень много друзей и много одноклассников были родом отсюда так вот такая пятая школа тоже каменное здание здание из камня видимо поднимали крышу уже кирпичом еще какой-то гараж еще какой-то гараж и насколько помню вход в эту школу был где-то здесь учебные классы напишите кто учился в этой школе узналите свою классную комнату оказывается она была построена сама на школу школа хотел проехать первым делом первую школу на 1 школу мы тоже доберемся она тоже в таком же состоянии так это что за коридор здесь наверно учительская было положение напишите что здесь было вот так 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 Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, получается с работы выехать только под вечер, когда солнце уже садится, поэтому свет, наверное, в принципе вечерний. Так, это что здесь у нас? Здесь, наверное, был спортзал или мастерские, не знаю. Вон, детская площадка какая-то, сейчас подойдем там, посмотрим. Здесь тоже какое-то длинное здание. Собаки в старом городе. Вернее, не в старом городе, а во втором квартале, тоже неприветливая. Дальше каждая собака знала, время много прошло, поэтому... Привет! Там, по-моему, у Федяга он жил. Пойдемся немножко по улице второго квартала. Так, вот она так смотрится. С улицы. Т Proсь! Продолжение следует... очень много домов разрушенных время идет оптимизация перестройка и наоборот сначала перестройка потом оптимизация дома ветшает и возможно проще построить новый дом чем ремонтировать и к старой более и капитальные дома вот они стоят видимо кирпич саман саман весь разрушенный потому что в те годы в первую очередь строились самана кирпичные стоят магазин до против остановки остановка мне кажется еще советских времен стоит встроили здесь был магазин ул 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На крыльце Единственная фраза была Дай 20 копеек К вечеру по 20 копеек У него превращалось Очень сильное алкогольное опьянение Да, у меня такое ощущение, что остановка Остановка Еще советская Сейчас такие не строят Да Гоняли на мопедах На велосипедах И просто возили Смотрели гонки Наши дубльственные гонщики Армян Занозин Четвербок Серега Панков Старокожев Все наши Знаменитые гонщики Джетигаринских Которые неоднократно брали Областные соревнования Но сейчас Такого увлечения нет Мотоцикла Никак Было раньше Я имею ввиду спорт Как-то мотоциклистов полно Но таких спортсменов К сожалению Нет Потому что нет Мотосекции В советское время Это было Мотокросс Даже был Были гонки по льду Они проходили у нас На стадионе И Несколько раз я Присутствовал Смотрел А сейчас Вот такие гонщики у нас На четырехколесных Баги ездят Ну вот это вот Новая остановка Акимат Спасибо Акимату Позаботился О пассажирах Построили вот такие остановки По всему городу Что удивительно В городе Вандализм процветает Здесь во втором квартале Более воспитанные люди Остановка имеет Первозданный вид Вот такой новый магазин Построен Вот как новый В девяностых годах Гавишник не видит Так Заберут Разговаривать Во время движения По телефону нельзя Поставить на штрафстоянку Поставить на штрафстоянку Если прав нету Заберут Ботинки Так вот даже Пешеходный переход Пожалуйста Чтобы аккуратнее ходили Ну нет Ну что ж друзья Сегодняшний ролик Я думаю На этом буду Закруглять Заканчивать Подписывайтесь На Мой ютуб канал Ссылка будет В описании К ролику На ютуб канале Я думаю Вы Найдете Много интересного Всем удачи Добра Всего самого Наилучшего Всем пока